Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Факт». В студии работает Айсул Махмутова. Национальный банк Казахстана принял решение отказаться с сегодняшнего дня от поддержания обменного курса тингена о прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тинген. Национальный банк предполагает, что новый уровень обменного курса будет находиться около 185 тинген за доллар США, отмечается в сообщении. Национальный банк не предусматривает введение каких-либо ограничений существующего режима валютных операций. Последний раз в Казахстане девальвация тинген была проведена в 2009 году. Правительство Казахстана и Национальному банку следует принять меры по недопущению ажиотажа и роста цен на товары первой необходимости, заявил премьер-министр республики Сирик Ахметов. По его словам, экономическому блоку, правительство и Нацбанку предстоит срочно оценить складывающуюся ситуацию, внести предложение по обеспечению запланированных объемов роста экономики и, соответственно, макроэкономических показателей, добавил премьер. Костак сообщает, утечки информации из Национального банка Республики Казахстана о предстоящей девальвации тинге быть не могло, сообщил председатель Хайрат Килимбетов. Лично я об этом узнал вчера ночью. Сегодня утром об этом узнали работники, которые должны были вас оповестить, заявил Килимбетов на пресс-конференции в Астане. Но если были какие-то злоупотребления или кто-то, скажем, ажиотажный спрос создавал, на это есть специально обученные люди, которые соответствующую работу проведут и подтвердят мои слова, добавил он. Казахстан сообщает, Кайрат Килимбетов также прокомментировал призывы пользователей социальных сетей о своей отставке. У меня работодатель, глава государства, поэтому этот вопрос не ко мне, сказал Килимбетов журналистам. Я считаю, что это очень эффективная мера, которая в целом даст импульс казахстанской экономике. Причем не только в 2014 году, но и в предстоящей среднесрочной перспективе, отметил глава Нацбанка. Напомним, пользователи соцсетей активно призывают к отставке действующего главу Нацбанка в связи с сведением с 11 февраля нового обменного курса тенге. Казахстан сообщает, вице-премьер, министр финансов Казахстана Бахат Султанов не исключает возможности повышения цен казахстанскими товаропроизводителями продуктов питания в связи с девальвацией тенге. Обеспеченность внутренним производством продуктов питания превышает 80%, а те 35 видов социальной продукции, которые контролируются местными исполнительными органами, здесь работа будет проведена, сказал министр на брифинге в Астане. Он также сообщил о предстоящем совещании правительства, посвященном этому вопросу. Еще одно сообщение от агентства Костак. Социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены в полном объеме, заверил министр экономики и бюджетного планирования Ербулат Дусаев. По его словам, с изменением курса и увеличением номинальных выплат прирост бюджета составит почти 200 миллиардов тенге. К вопросу, связанному с возможным уточнением республиканского бюджета на этот год, мы вернемся по итогам первого квартала, отметил он. Инфрация в Казахстане, несмотря на проведенную одномоментную девальвацию тенге, сохраняется на запланированном ранее уровне 6,8% в 2014 году, сообщил министр финансов Бахат Султанов. Можно привести в пример 2009 год, когда на 25% производилась девальвация, но большого влияния на изменение цен это не произвело. Ожидаем, что влияние девальвации на рост цен в целом будет в пределах того коридора, который мы заложили в сегодняшнем бюджете на три года – 6-8%, сказал министр на брифинге в Астане. Интерфакс Казахстан сообщает, что Рад коммерческих банков не предоставляет услуги по конвертации валют, переводу денег, не осуществляет покупку и продажу драгоценных металлов. Портал электронного правительства «Еговки-Зет» сообщил, что в связи с сегодняшними новостями платные услуги временно недоступны. Свою работу приостановили и казахстанские сайты, осуществляющие онлайн-продажу компьютерной и бытовой техники. Интернет-магазины принесли своим пользователям извинения за временные неудобства. Некоторые торговые сети объясняют это переучетом, переоценкой товара, в некоторых уже идет смена ценников на бытовую технику. Автодилеры, между тем, тоже приостановили продажи на неопределенный срок, пока не стабилизируется курс доллара. И продолжение этой темы во второй части выпуска. И продолжим. Вопреки всем ожиданиям, работа обменников после обеда не была парализована. Смотря на подскочивший курс доллара, люди охотно меняли тенге на американскую валюту. Сетовали, делились мнением, но все равно покупали доллары. Между тем, в октябинском филиале Нацбанка объяснили девальвацию тенге, тесной интеграцией отечественной экономики в мировую. А раз так, то Казахстан не может не учитывать ситуацию на мировых финансовых и товарных рынках. Продолжение темы в следующем репортаже выпуска. Тенге никак не могли нахвалиться. И дизайн у него самый красивый на всей планете. И степень защиты его самый высокий. Оттого подделать его практически невозможно. Но не учли одного. Тенге оказался не таким уж стабильным. Оттого, наверное, сегодня октябинцы так страстно старались от него избавиться. Сейчас на табло, что выставлены у обменников, красуются цифры 182-188. Хотя утром в некоторых точках продажи валюты за доллар просили 230 тенге. Некоторые до особого распоряжения из головных офисов и вовсе не работали. Курс евро, рубля и иены практически не изменился. Тем не менее, в нерешительности октябинцев не обвинить. Не наблюдается и в ожидательной позиции. Люди спешат обменять тенге на американскую валюту. Параллельно высказывают свои возмущения. Людей к такому потрясению надо было заранее подготовить, заявляют октябинцы. И не скрывают, что в какой-то степени их обманули. Это только бьет по карману трудящихся, как у нас раньше говорили, рабочих, простых людей, пенсионеров, незащищенные слои населения. Да, обманули, конечно. Но это, я же говорю, при Марченке сдерживали его как-то. Может хорошо, может плохо. А сейчас вот пустили плавание свободное. Ну, конечно, люди все будут очень расстроены. Особенно слои, которые пенсионеры, малозащищенные, студенты, люди, которые ищут работу, люди, которые кредит взяли, большую сумму за квартиру. Где они теперь должны жить? Где они должны работать? Нам вперед должны были обеспечить наши заработную плату, работу обеспечить, заводы открыть. Помочь людям выйти из этого положения. Люди чуть-чуть только начинают подниматься. Почему опять нам вот так нас, в такие рамки нас поставили? Я вот каждый месяц по 200 долларов собирал. Вот смотрю, 183. Хотел собирать, но не успел 183. Сейчас не буду собирать по доллару. Я жалею, что не успел по 155. Продал бы 183. Девальвацию Тенге финансисты объясняют несколькими причинами. Но ни одна из них даже близко не намекает на то, что с отечественной экономикой что-то не так. Напротив, виновата ситуация в ведущих развивающихся странах, неопределенность дальнейшего развития экономики, ослабление российского рубля и рост импорта. Все это и привело к тому, что сегодня курс доллара по отношению к Тенге достиг исторического максимума. Учитывая, что изменение обменного курса, наверное, все-таки будет происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, будет, наверное, все-таки определяться эта вся ситуация в мировой экономике. Больше всего это. И кроме того, у нас обычно часто происходит девальвационное ожидание, которое приводит к спекуляции этой валюты. Поэтому для того, чтобы противостоять этой спекуляции, принимаются вот такие вот меры. При этом руководство Нацбанка ничего страшного в произошедшем не видит. Сегодня главный банкир страны Кайрат Келембетов уже выразил свою позицию, отметив, что рост курса доллара большой плюс для отечественной экономики. Впрочем, все это, насколько умело могут воспользоваться ситуации казахстанские товаропроизводители, разделы в импорте и многое другое удел специалистов. Очевидно лишь одно – девальвация тенге, которая имела место и ранее, всегда оборачивалась резким скачком цен на товары и услуги. Акмар Алмайкузова, Сергей Калашников, программа «Факт». В связи с девальвацией тенге, цены на импортные товары поменялись, причем не в пользу покупателей. Сегодня некоторые магазины электробытовой техники были закрыты на пересчет по новому курсу. После их открытия можно было заметить заметное повышение цен. В итоге в некоторых из них стоимость продукции увеличилась на 30%. Как изменились цены на электробытовую технику и авто, узнавала Айшат Ибрагимова. Ажиотаж с изменением курса доллара охватил всю страну. И это неудивительно. Не нужно быть гением, чтобы понять, что в результате девальвации тенге цены на импортные товары возрастут. Эти изменения не заставили себя долго ждать. Уже в обед стало известно о том, что цены в крупных магазинах электробытовой техники повысились. Во многих магазинах электробытовой техники цены были повышены уже сегодня. Один из магазинов был закрыт на полтора часа. После открытия цены в нем были повышены на 30%. Приостановить работу сегодня на какое-то время пришлось и интернет-магазинам, для того, чтобы стоимость продукции была пересчитана по новому курсу тенге. К нашему удивлению, полны посетителями были некоторые автосалоны. Дело в том, что некоторые из них еще не успели поменять старые цены на новые. Однако, как призналось руководство одного из крупных магазинов, в ближайшие дни стоимость китайских автомобилей увеличится примерно на 20%. Актюбинские автодилеры ждут указания сверху. Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда продавцы не могут назвать теперешнюю цену своего товара. Мы пришли в машину смотреть с сыном, и таких конкретных сейчас цен нету тут. Потому что тут люди тоже боятся, что они ниже будут или выше будут цены. Мы сейчас вроде пришли, но как бы не вовремя уже. Выходит так, неопределенная какая-то ситуация. Ситуация. Сами не знают, что они, что ожидать вообще. То есть получается, что продавцы вам точную цену не называют? Цену и здесь не могут сказать, и БПК авто тоже не могут сказать. Они просто руками разводят, говорят, что какие-то проценты будут там, ну, повышение. А вот в другом автосалоне повышение цен на автомобили в ближайшее время не прогнозируется. Как отметил директор ТОО, их компания идет навстречу покупателям и повышать стоимость на авто не намерена. В нашем автосалоне стоимость автомобиля в ближайшее время поднимать не будет. Наша компания готова за счет собственных ресурсов какое-то время придержать скачок цен. Более того, сейчас, если вы оглядитесь, в настоящее время нашей компанией объявлены скидки на некоторые модели. К сожалению, не все компании в городе могут пойти навстречу покупателям. Что влечет за собой девальвация тенге? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к народу. Конечно, будет тяжело. Мы пенсионеры. Конечно, будет тяжело. Мы только на пенсию. Вот дедушка хочет взять машину, привык всю жизнь на машине. Ну, тяжело. Теперь вот выбираем. Думаем. Хочется и хорошее, но не сильно дорогое. Но то, что курс поднялся, наш ошарашит нас. А как это скажется вообще на других ценах? Я думаю, продукты подорожают. Подорожают. Самое главное для нас. И одежда, и все-все необходимо в обиходе. Как-то бороться с этой ситуацией можно? Как считаете? Ну, лично мы против. Наши все мы против. Как-то надо этот вопрос нашим руководству урегулировать. Зачем вот это все? Конечно, подорожает. Обязательно подорожает. Когда у нас не дорожало. Поднялось и подорожало больше, чем поднялось. И все. Как быть? Как быть? Ну, это правительство посмотрит, куда оно. Всего будет объединение нескольких государств валютных. Как бы будет единая валюта. На сегодняшний день, я думаю, что это Белоруссия, Украина, Россия и Казахстан. Что делать простому населению вот сейчас? Сама об этом задумалась. Не знаю, как быть. Ну, теперь подорожание всего последует, наверное, да? Как считаете? Скорее всего, все подорожает, а зарплаты, пенсии останутся на том же уровне. Однозначно все подорожает. Ну, пенсионеры как-то оптимистичны, как-то не подым духом. Ну, лишь бы... Вот для меня лично, вот у меня дети, внуки, спокойствие было. Вот. Ну, считаем, нормально будет. Будем выживать. А что еще делать? Проживем. Кажется, в позитивном настроении находятся только пенсионеры, которые считают, что самое страшное – голод и другие бедствия – они уже давно пережили. Переживут и эту проблему, считают они. Айшат Ибрагимова, Жасулан Жубаев, программа «Факт». И к другим темам в областной бюджет, рассчитанный на 2014 и 2016 годы, внесены изменения и дополнения. Сегодня депутаты областного маслехата в рамках сессии распределили около 4 миллиардов средств по разным направлениям. Акцент был сделан на строительство и ремонт соцобъектов, а также строительство коммунального жилья. Так, до конца этого года в микрорайоне Нур-Актубе будет построен детский сад на 320 мест и начнется строительство школы на 1200 мест. Подробности у Эльмиры Иржановой. Микрорайон Нур-Сити будет планомерно развиваться, застраиваться новыми многоэтажными домами. Аким области Архимед Мухаммедов заметил, что сейчас там возведено 35 многоэтажных домов. В этом году построят еще 15, а в перспективе до 2020 года численность многоэтажек достигнет 200. Поэтому важно развивать в том районе инфраструктуру, строить новые социальные объекты. В этом году еще лет 15 домов введем, а до 2020 года около 150-200 домов будет введено только по программе «Доступное жилье». Здесь 3-4 направления. Через систему «Жилустрой-бережения», через арендное жилье для очередников и арендное жилье для молодых. Только по трех направления. Не считая здесь КИК, казахстанская ипотечная компания, которая сама строит, и сам Лукхазна через ландирование отдельно строит. То есть, я думаю, гораздо будет больше домов. Поэтому мы должны успевать строить социальные объекты. И вот начинаем детский садик. Обязательно постараемся завершить, в этом буду ввести. Конечно, по школе будем 20% сегодня выделяете. И сам надо начать работу, и будем заявляться в республиканский бюджет. Коммунальное жилье также должно появиться во всех 12 районах области. Пока что на разработку ПСД выделено более 100 миллионов тенге. Кроме того, планируется возвести в селах Мартук и Шобар-Кудук новые административные здания. На эти и другие нужды в общей сложности управлению строительством выделено более миллиарда тенге. На разработку ПСД на строительство пристройки городской поликлиники номер 4, перехода городской поликлиники номер 3, хозкорпуса и гаража для Актюбинской областной больницы, областной детской больницы, гаража для Актюбинской областной конструкционно-диагностического центра и дома семейного типа села Мартук, Мартукского района, 9,1 миллиона тенге. На разработку ПСД по установке автономных котельных ограждений для центра по водным видам спорта 5,7 миллиона тенге. 663 миллиона 997 тысяч тенге управления физической культурой и спорта области, в том числе на софинансирование капитальным ремонтом четырех объектов в рамках программы дорожной карты занятости 20, 20, 28,7 миллиона тенге. В числе управлений, для которых также выделены дополнительные средства, находятся координации занятости и соцпрограмм по делам религии, культуры, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, природных ресурсов. Акимобласт отметил, что дополнительные средства еще оставлены на резерв, на предстоящую противопаводковую кампанию и пассивные работы. Конкретнее о средствах, которые будут направлены туда, станет известно весной этого года на сессии депутатов областного маслехата. Эльмира Яжанова, Сергей Калашников, программа «Факты». ЧП на улице Некрасова. Сегодня около 10 часов утра. Там насмерть была сбита пожилая женщина. 85-летняя бабушка переходила дорогу в неположенном месте. На тот момент по направлению к перекрестку Некрасова и Айтикиби ехал 29-й автобусный маршрут. На момент прибытия нашей съемочной группы на месте работали криминалисты и сотрудники адмполиции. Эльмира Яжанова расскажет подробнее. Водитель автобуса после произошедшего находился в шоковом состоянии. Единственное, он сказал, что женщина появилась на проезжей части неожиданно. Возможность за скользкой дороги избежать столкновения не удалось. Хотя, судя по расположению автобуса, который немного выехал за пределы дороги, видно, что водитель пытался сделать это. Некоторые горожане не отрицают, часто нарушают правила перехода через автомобильную дорогу и зачастую не задумываясь о последствиях. А они, как видим, могут быть трагическими. Редко когда, но нарушение бывает. Ну, а так вообще-то пешеходы же есть, по пешеходу уже надо проходить. Это что же, водителя тоже с одной стороны понять можно. Он неправильно, он нарушил почти правила. Ну, видать, значит, дорогу переходил, видать, наверное, не в положенном месте. Из-за этого получилась такая ситуация. Нет, я не видела, как это прохожу, но я часто нарушаю пешеход, сама. Да, нарушаю. Ты уже виноват, теперь будете как-то... Да, конечно, буду теперь стараться обходить автобус подальше. Водителя, конечно, жалко, он не виноват. Это же видно, вообще к пешеходам нужно применять более жесткое наказание, потому что ходят часто в неположных местах. Что касается штрафа, который накладывают на пешехода в случае нарушения ими правил дорожного движения, то он составляет около 8,5 тысяч тенге. Сколько нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники административной полиции с начала года, нам узнать не удалось. Дело в том, что в адмполиции с некоторых пор нет пресс-службы. А в ДВД области, которому адмполиция подведомственна, такой информации на момент запроса не располагали, зато напомнили о необходимости пресловутого официального запроса от журналистов. Нужно отметить, что по улице Некрасова сейчас курсирует большое количество автобусов разных маршрутов. Жители близлежащих районов уже жаловались о том, что на улице очень мало пунктов пешеходного перехода, и расположены они друг от друга далеко. Поэтому зачастую люди вынуждены переходить дорогу в неустановленных местах. Эльмира Яжанова, Сергей Калашников, программа «Факт». Таковы основные события этого дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова